В роддоме, рассчитанном на 150 коек с гинекологическим отделением на 30 коек, отделением реанимации новорожденных и женской консультацией на 300 посещений в смену, сейчас идет внутренняя отделка. В медучреждении, представляющем собой пятиэтажное здание в 25 тысяч квадратных метров, будет сконцентрирована акушерская и гинекологическая помощь. В связи с открытием нового родильного дома, акушерская и гинекологическая помощь в районе выйдет на принципиально новый уровень. Во-первых, более мощное, более оснащенное, новое, комфортное учреждение позволит и выполнять совершенно новые задачи, которые раньше в старых стенах старого родильного дома были не под силу. Тем самым мы планируем изменить оказание акушерской гинекологической помощи в лучшую сторону сразу после открытия родильного отделения. Учитывая то, что сейчас процентов 20-25 жителей района едут рожать в Москву, то в связи с открытием нового родильного дома отток этот прекратится, и порядка трех тысяч родов, то есть все жители района, будут рожать здесь. Кроме того, мы надеемся принимать на роды жителей соседних районов, например, Дмитрово, и даже жителей соседних областей по Владимирской и Рославской области, которых также здравоохранению принимать выгодно. Все коммуникации к зданию подведены. Работает современная газовая котельная. Родильный дом будет обладать хорошо оснащенными операционными собственными лабораториями. В случае необходимости здесь смогут оказать своевременную медицинскую помощь мамам и младенцам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку вместе с министром строительного комплекса Подмосковья Сергеем Пахомовым и главой района. Котельная работа электричество подведено в отношении детской работы. Сейчас идет внутренняя отделка помещения. Губернатор поинтересовался у главы района Сергея Пахомова и главного врача районной больницы Александра Сумина, что будет располагаться впредь в здании старого роддома. А что там будет? Значит, вот как и доложил Сергей Александрович, первое – это перемещение туда в лор-отделение глазного нашей районной больницы. Ну это два кабинета, они четыре. Нет, отделение поечный. А, поечный, да. С операционным блоком. С операционным блоком. Это важное дело. С послеоперационным фаларом. А, это важное дело. Это два большинства деревьев. У вас план есть, да? Да, есть. Уже 24 апреля мы заканчиваем полностью монтаж фасадов и сразу после майских праздников, 10 мая, мы приступаем к благоустройству. Также по общим срокам ввода объекта мы планируем ввести 30 сентября. А уже 30 июня мы планируем передавать помещение под монтаж медицинского оборудования. То есть строительная готовность уже будет 30 июня. И с июня по сентябрь месяц мы будем устранять строительные недоделки, которые классически бывают на любом новом объекте. И будем заниматься монтажом и настройкой медицинского оборудования. Прямо на строительной площадке к губернатору обратились дольщики известного Сергиево-Посадского долгостроя, многоэтажки на улице Матросова. Андрей Ильич, помогите нам. У нас проблем, идем 3 года. Застройщик шантажирует. Да, электроэнергия по временной стиле. А у вас дольщики, да? Матросово, 5-я, 7-я, да. Сергей Ильич, мы с ними знаем друг друга. Помогите нам, пожалуйста. Пытаются собирать деньги за жилье там, но мы там не можем жить. Давайте послушаем. Андрей Ильич, 9 лет с проблемным домом достроили здание. Сейчас в русском режиме пытаемся дотолкать инвесторов, чтобы они доделали. Ну, на самом деле, жильцы могут сказать все, что угодно, только не могут сказать, что мы с ним не занимаемся. Комиссия привела такой дух, который невозможно жить, понимаете? А где матросово, 2-5-5-5-6-я? А кто эти люди, которые строят? Они больше ничего не строят. Банкроты, одна компания, другие перекупили, разделились. В общем, старая история. Сколько вы оценируете сумму недоделок? Есть понимание? 15-20 миллионов рублей. Банк готов продолжать финансировать, потому что у них есть документы еще на один подъезд. Ну вот, скажем так, крючкотворство немножко нас тормозит. В чем помочь? Сложно, работаем. Помогите нам еще минуту. Слово, нам сейчас, ну если можно, условное поручение Минстроя, чтобы нам помогли сейчас те документы, которые мы подготовим, просто чуть быстрее. Там проблем нет, просто инвестор медленно готовит документы, и они больше ничего не строят. Сложно на них влиять. На 100-час, хорошо. На 100-час вынуждены там вопросы. Губернатор дал поручение министру строительного комплекса Московской области Сергею Пахомову разобраться в ситуации и прибыть на место в течение 15 минут. Также Андрей Воробьев предложил жителям приехать в дом правительства на личный прием, чтобы в очередной раз обсудить пути выхода из проблемной ситуации. Наталья Артемова, Татьяна Трушкина, Адзи Магомедов, День города.